В Госдуме всерьез задумались об отказе российской сборной участвовать в Олимпийских играх в 2018 году. Теперь еще и Международный Олимпийский комитет катит на нас бочку, а причина все та же – Крым наш. Поэтому российский спортсмен, видимо, будет разминаться в буфете красненьким, как полгода назад участница Евровидения Самойлова. Ну, образно, конечно же. Слушайте, вот с кем мы еще не поссорились? А, оно вообще того стоило, вот чтобы один раз понтануться и нажить в итоге кучу геморроя. Ладно, начинаем. Ну, давайте к делам нашим приземленным. Помните, рассказывал вам про налог на осадки, который заставили платить жителей еврейской автономной области Биробиджана, если быть совсем точным? Ага. Там местная ЖКХ обложила народ данью за утилизацию сточных вод, образующихся в результате таяния снега и последствий дождей. Теперь подобной радостью удостоились и жители Свердловской области, конкретнее Березовского. Есть там такой город. В сентябре в платежках этих счастливцев появилась точно такая же графа. Примечательно, что каким образом начисляются суммы на данный показатель, никто не знает. Кому-то счета выставляются на пару десятков рублей, кому-то на пару сотен, но плата с людей взимается. И ни одно надзорное ведомство по этому поводу не возбудилось. Ну, правильно, у нас же в стране к народу по какому принципу относятся? Лох не мамонт, лох не вымрет. Кстати, друзья, не забудьте в марте поддержать этот тренд, а это реальная журналистика. Сегодня, собственно, о том, почему не вымрет. Поехали! Перемещаемся в соседний Челябинск, где в очередной раз отожгли единороссы. Все случилось в день народного единства. Местным партфункционерам так хотелось показать, что народ в едином порыве поддерживает курс партии и правительства, что они не постеснялись сочувствующих покупать прямо на улице. Зазывали к себе на митинг каждого прохожего, каждого встречного поперечного. Аргументы были более чем убедительными хрустящие купюры. Банкует в данном случае депутат Совета Советского района города Зинаида Малыхина, учитель, кстати, в прошлом, и что-то мне подсказывает, что не свою зарплату мадам с рождущим раздает. Вопрос, откуда деньги Зин? В данном случае риторический, да и кто его задавать-то станет. У нас же все СМИ сегодня независимы, ничего от них не зависит. Они только улыбаться депутатам могут, если соответствующая ЦУ поступит. Впрочем, даже если не поступит, все равно будут улыбаться. Так, на всякий случай. В законодательном собрании Челябинской области состоялся торжественный прием по случаю Дня Народного Единства. Среди почетных гостей был митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Стала доброй традицией в канун праздника организовать встречи здесь всех руководителей культуронациональных центров, представителей разных конфессий. И мы еще раз подтверждаем истину, которая гласит, когда мы едины, мы непобедимы. Ясно вам? Пока мы едины, мы непобедимы. К слову, давно хотел просветить. А вы действительно думаете, что авторство данного лозунга ребятам из Единой России принадлежит? Это слова из гимна чилийских патриотов, которые наши патриоты благополучно у тех слямзили. Представляете, даже это украсть умудрились? Ну а теперь о том, откуда у той Зины деньги. Нет, не обольщайтесь, деньги не бюджетные. Из бюджета на такие цели вообще крайне проблематично что-то выдергивать. На организацию и проведение патриотических мероприятий, да. А вот на то, чтобы просто раздавать черный нал на улице, ну там все очень сложно. В таких случаях, как правило, выручает подсказка звонок другу и есть у челябинских единороссов такой друг. Русская медная компания, его зовут. Постоянно деньжат в партийную кассу подкидывает, но не просто так, ни идеи ради. За это ребятам землю под Челябинском отписали для строительства ГОКа Туминский, так он будет называться. Под это дело планируется выкосить несколько гектаров леса, дым, отвал и все дела. Ну не даром же Челябинск с Нижним Тагилом уже который год борются за почетное звание курорта Розовых Облаков. Впрочем, кто же на них наедет, в смысле на РМК? Там же о таких деньгах речь идет, которыми можно заткнуть все что угодно. А все эти протестующие, как думаете, кто? Правильно. Агенты, проплаченные Госдепом, кто же еще? Вы знаете, дело даже не в иностранных агентах. Хотя и экологические организации иногда используются нашими конкурентами для того, чтобы притопить растущие сегменты, скажем, инфраструктуры российской, либо генерации в вашем случае и так далее. Я очень хорошо помню, как иностранные правительства заряжали некоторые экологические организации при строительстве некоторых объектов морской и портовой инфраструктуры. Кстати, сам Путин тут на медне в Челябинск заглядывал, да не один, со своим коллегой Назарбаевым. По этому поводу противники строительства Томинского ГОКа решили выйти в одиночные пикеты по всему маршруту следования президентского кортежа. Не тут-то было. Всех за хоботы в стоило. Ну, в смысле, задержали, как вражеских агентов. Хотя этим ребятам не привыкать, они в камере прохлаждаются и по шапке получают едва ли не чаще, чем сторонники Навального. У нас российская власть-то есть или нет? Почему вы здесь не выделите площадку под новое кладбище, чтобы нас сразу туда увезли и похоронили? Они же тоже не зарегистрированы. Ну, что их пропускают? Ну, они тут что живут, что ли? Не трогайся! Не трогайся! Предприятие планирует построить на расстоянии 12 километров от Челябинска и 10 километров от местного водохранилища. Горные породы будут взрывать, и воздух будет подниматься с толпы пыли мельче, чем сахарная пудра. Ну, враги! Что с них взять? В тот момент, когда страна пребывает в непростых условиях кризиса, они, видишь, об экологии какой-то пекутся. Ну, да. В Челябинске непростая экологическая ситуация. Тракторный завод, Мечел, Карабаш-Медь, Магнитка, кстати, неподалеку, Метеорит недавно грохнулся, сейчас вот еще и Томинский ГОК должен появиться. Но появятся там со временем двух-трехголовые детки, будут об этих детках на РЕН-ТВ рассказывать у Прокопенко, втирая нам о том, что инопланетяне существуют. А кто-то на этом делит, а тихой сапой начнет зарабатывать, ну, чтоб детишкам за границей полегче жилось, чтобы очередной домик на Лазорном берегу прикупить. Когда такие ставки на кону, тут разве до рядовых челябинцев? Ну, и на десерт. Это кино тоже прислал зрители, оно тоже не может не взять за душу и не заставить гордиться своей страной. Краснокосулинская, Ростовская область. Хотите посмотреть, в каких роскошных условиях там и лечат людей в местной больнице? Да обзавидуетесь просто. Больница – ураган. Туда об министра здравоохранения нашего на обследование на недельку. Внимание на экран. Вот эти койки в коридоре, что они стоят? Шкалы сверкают, попотертые уже. Так, если тут веревки развесень, на них шмотки разные, то как общежитие? Вполне сойдет, а не больницы. Сейчас сестринская. Вот, собственно. Вот на стройке примерно, бытовки в таком. Да ну, даже получше. Вот тут врачи проводят время свое. Обедают. Текло. Прямо по проводке. Все стены. Потеки. Женщина, можно я сейчас побыстрее? Что тут делать? Раз. Ну, туалет покажу, в каком состоянии. Ну, там, смотрите, тоже. Все. Близко вся подлетела. Окна старые. А ну, что такая больница? А ведь если кто-то еще не в курсе, медицина у нас в стране уже четверть века, как небесплатная медицина у нас страховая. Каждый работающий гражданин ежемесячно перечисляет в фонд обязательного медицинского страхования какую-то денюжку. И за эту денюжку потом нас лечат в этих самых больницах. Не бесплатно, повторюсь, мы за это платим. Вот за это. Но об этом расскажу как-нибудь в другой раз. А это была реальная журналистика. И сегодня вот так. На моей страничке в ютубе ссылка на нее прямо надо мной. И вы найдете больше полезного и интересного. Заходите, заодно пообщаемся. В соцсети ко мне заглядывайте, там тоже не скучно. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, под ними мы обсудим. А я за сим спешу откланяться. Все, пока. Пока. Вызови нечистую силу, пожалуйста. Мама! Еще раз, нечистую силу вызови. Мама!